Тайна святых. Кассета третья. Страница 532. Напротив, сердце христианина ужасается такой преданности, как губительному извращению чувств в человеке. Костомаров ставил здесь очень верное слово. Это высокое качество в нем, помимо нашей собственной воли, побуждает нас любить Петра. Помимо нашей собственной воли. Это значит, сердце христианина отвращается от таких дел. Но наш ум, которому преданность идеи кажется высоким чувством, увлекает нас, соблазняет. Преданность идеи – ненравственная черта. Это черта умственная. При таком слово-употреблении, как у Костомарова, или иначе у просвещенного европейским просвещением общества, высокие слова «сердце», «любовь», «нравственная черта» не соответствуют тем высоким понятиям, которые они должны обозначать. Они становятся пустыми словами, путают или извращают понятия, происходит игра понятиями или иначе смешение добра и зла. Самое страшное, что может происходить в христианском обществе. Сердце наше сделалось рабом нашего ума. И действительно мы видим, что идея или идеал – отвлеченное общее благо. Таких общих благ выдумывается очень много. Стали идолами в современном христианском мире. Бесчисленные массы людей без всякого милосердия приносятся им в жертву. Преданный идея или так называемый идеалист говорит «не людей люблю, а то, что сообразны моему идеалу, я хочу сделать их этих людей». И когда преданный идеей достигает власти, он мучает ближних, коверкает их жизнь, поступает с ними так, как ему кажется необходимым для достижения его идеала. Таким был и Петр Великий, который любил русский народ, по слову Костомарова, не в смысле современных ему людей, то есть не своих ближних, а в смысле того идеала, до какого желал довести народ. Всегда злое насилие значит атрофея любви. Вот истинный плод деятельности этих преданных идеей людей, предателей Христа. Характер деятельности их противоположен отношению Бога к людям. У Бога есть тоже идеал, он называется промыслом Божиим. Однако Господь никогда насильно никого не влечет к своему идеалу. Он только всячески помогает и вразумляет всех, ждет, чтобы все сами свободно пришли к Нему. И верные свидетели Христа, святые, имея великую духовную власть, никогда не насилуют ближних. Чтобы представить себе весь ужас нравственного опустошения, которое производит в человеке новое просвещение, необходимо понять духовную основу жизни новопросвещенного. Его внутренний мир занят умственной деятельностью, порождаемой той или иной степенью образованности. Просвещенного человека иначе называют образованным. Поэтому неимение образованности кажется темнотой, отсутствием внутренней духовной жизни. Тем, что умственную деятельность принимают за духовную жизнь, а иной не знают, свидетельствуется о вырождении духовности у людей нового бытия. Духовность есть деятельность сердечная, а не умственная. Она не имеет никакого отношения к тому, что называется образованием. Гордость ума образованного была причиной, что внутренняя работа человека над самим собой, что и есть сердечная деятельность, прекратилась. Истинное просвещение стало предметом неизвестным. А только Христово просвещение и может действительно, а не иллюзорно наполнить внутренний мир. Доказательством этого сам новопросвещенный. Когда идея или политика перестают его интересовать, и умственная деятельность вследствие этого истекает, человек испытывает внутреннюю пустоту. «Мне нечем жить» – воспитание чувства типичное для века образованных людей. Чем заполнить эту пустыню сердца новопросвещенный не знает, ибо ищет истину на пути умственных, а не сердечных. Он чувствует, что в народе живет правда, но не понимает, в чем она заключается. Плоды святого хранения правды Христовой в народе кажутся ему порождением темноты от необразованности. Таким великим хранением Христовой правды в народе есть его верность первой добродетели русской православной церкви. Терпению и умению уступать. Этот добродетель, как мы сказали в начале изображения жизни русского народа церкви, идет от первомучеников святых князей Бориса и Глеба. Ею держалась русская земля в святом ее устремлении, и Московское царство до некоторого времени. После Петрова просвещения высшая добродетель русской церкви ушла вглубь народной жизни, и она одухотворяет эту жизнь. Одухотворенность в христианском смысле есть не только подвиг добродетеля, но и присутствие в жизни благодати Духа Святого, которая просветляет и устрояет жизнь. То, что кажется просвещенному русскому обществу, нестерпимой тяготой для народа, его безропотная униженность, будто бы рабская привычка, на самом деле великий навык «уступать» преображены светом Христа, для которого терпение верующего в Него и есть соучастие в его продолжающейся на земле жизни, преображены в глубочайшее внутреннее удовлетворение, в святой подъем души. В тяжелых физических условиях своего существования верующий простой русский люд сохранял душевную легкость, о которой высшие русские сословия не имели никакого представления. Чтобы живее уяснить, что хотим мы сказать, расскажем один случай из духовной жизни народа. Мы ехали на перекладных с одним знакомым, передает очевидец. Приехали в село. У крайней хаты стоял пожилой мужик, имщик. Мой спутник, не знаю почему, не понравилось ли ему лицо этого человека, или он был раздражен от долгой тряски в телеге. Вдруг с неистовой бранью набросился на имщика. Брань длилась так долго, что я был нравственно замучен. Однако имщик ничем не высказал своего оскорбления. Напротив, непрерывно низко кланялся обидчику, сколько тот не выдумал новых отвратительных ругательств. Наконец утих. Потом я спросил у имщика, отчего он молчал. Да если бы я, барин, вздумал им отвечать, то они бы еще сильнее пришли в гнев. А я кланялся, им стало легче и отошло. Это великое спокойствие и ответа победителя злой брани говорит о совершенстве христианина. Его простота и сплот сложнейшей сердечной деятельности, той борьбы внутри себя, которую ведет каждый воистину верующий во Христа. А такой брани вовсе не знает новопросвещенный, поэтому он всегда игрушка злых страстей, ненависти, мести, зависти, презрения к низшим себя. Роковое следственного просвещения для человека в том, что он совершенно утратил способность борьбы с самим собою в начале христианского состояния. Даже хуже, ему противна самая мысль об этой борьбе, ибо и явного просвещения, формулированное учителями этого будто бы духовного движения, есть свобода личности в ее стремлении к наибольшему, наисовершенному, всеутончающему удовлетворению всяческих своих желаний и потребностей. И это приводит человечество к тому состоянию, которое мы воочию наблюдаем, как причину двух последних европейских войн. Это судьба христиан, отстранивших Христа от своего пути. Судьба, еще не сказавшая своего последнего слова. И предчувствуя это слово, американо-европейское христианское общество судорожно ищет спасение, ищет слепо, ибо не знает, где искать. Но мы надеемся на милость Божию, на чудо милосердия Господа Иисуса Христа. Тепенье и святая уступчивость проницают и всю историю жизни русского народа. Когда воля правителей русской земли обращена не на внешние дела государства, а погружена во внутреннее течение православной страны, этот добродетель дает видимые чудные плоды. Ею крепка была Киевская земля, как мы и изобразили ее. Уступчивость была силой Александра Невского и его отношения к татарам. Эта сила действовала и в потомстве Александра на московском княжении, начиная с его сына Даниила. Битвой на Куликовском поле князь Дмитрий Донской нарушил мирный завет предков и пренебрег советам святого Сергия, предлагавшего уплотить Дани и не лить драгоценной крови христианской. Страсть к возвеличению кровавых побед в завет Петрова просвещения русскому образованному обществу сделала так, что незамеченной в русской истории остается величайшая бескровная победа сына Дмитрия Донского над страшным Тамерланом, спасшая не только Москву, но и всю Европу. Тогда было новое нашествие огромных орд великого завоевателя. Как всесокрушающая лавина двигалась несметная полчища Тамерлана, уничтожая все на своем пути. Он стоял уже у рязанских границ. Вот, Василий I, вышедший на встречу с войском, почти нестожным, обратился с жаркой молитвой к Богу. Он просил митрополита воздвигнуть икону Владимирской Божьей Матери. И когда крестный ход, преднося икону, шествующую из Владимира, достиг московских границ, Тамерлан вдруг снялся с лагеря и пошел назад в степи. Исчез навсегда. Это была победа при Святой Богородице, и Москва оставалась верной святой политике. Чудным венцом этой политики, нелюбви к кровопролитию, была бескровная победа Иоанна III над ханом. С великим трудом Иоанн III удерживался от вступления в битву с противником, стоящим против него лагерем. Ему писали из Москвы с жестокими угрозами, чтобы он не губил Русь своей медлительностью. Тогда еще не было позднейшего подобострастия к князю. Ему в лицо высказывали самые обидные вещи. Высшее духовенство спешило обличить невоинственного князя. Писали митрополиты ростовский архиепископ, требуя битвы. Архиепископ Асиан, брат знаменитого Иосифа Волоколамского, говорил в грамоте. «Наше дело говорить царям истину. Ты уклоняешься перед ханом, молишь о мире и шлешь послов. Отложи страх и возмогай о Господе. Ведь ты уехал из Москвы к воинству с намерением ударить на врага. Поревнуй предкам своим прадед твой великий достославный Дмитрий. Несих ли татар победил за доном? Ангелы снидут с небес в помощь твою». Но Иоанн вместо того, чтобы готовиться к битве, внезапно приказал отступление. И вот произошло чудо. Татарам ночью показалось, что русские снимаются со стана, чтобы зайти им в тыл. И все войско хана бросилось сбежать. Утром перед глазами русских, еще не вполне отступивших, открылся пустой, брошенный противником лагерь. В современник говорит «Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас ныне Россию». Политике, соответствующей высшей добродетели русской церкви, отвечало и самое свойство московского войска. У него не было храбрости завоевателя. Русские не были сильны в чистом поле. Но не существовало более устойчивого войска при защите отгороженных мест, то есть крепостей. Сохранился даже знаменитый термин «отсиживаться за стенами». Это характер русский. Крепость в своем и нежелание чужого. Петровский выход на театру славы всего света почился перевернуть все прежние понятия. И бред о славнейших победах при возношении величия могущественного государства возвел в перл императорской политики. Вмешиваться во все европейские дела оказалось призванием Великой Империи. При императрице Екатерине Второй сочинили даже подходящий гимн «Гром победы раздавайся». Изумительно, что эта победная лжемистика совершенно покорила русское сознание, непросвещенное светом Христа. Такое вполне невоинственное историка Ключевский, у которого в пяти томах ни разу не упомянуты национальные герои Суворов и Кутузов, конечно, не без определенной тенденции. Смысл явления в русском народе церкви святого Сергия Радонежского полагает исключительно в необходимости одержать Куликовскую битву. Святой Сергий приходил для того, чтобы благословить Дмитрия Донского на битву, ибо Куликовской победой определялась вся будущая русского народа. Культ побед возводится в животворящий фактор русской истории. Не свидетельство ли это величайшей духовной нищеты и новопросвещенного сознания? Культ победы. Но если выглядеться в глубину совершающейся жизни русского царства, не видишь никаких побед, достойных Великой Империи. Напротив, поражение при столкновении с не менее великим противником Аустерлиц, Наполеон, Севастопольская кампания, Японская война, тяжкие и стыдные поражения. И только когда могущественный противник начинает угрожать самой жизни православной страны, на помощь является исконное русское войско, свойство, крепкость, отстаивание грудью, а не слава победы. Таков смысл Бородинского боя. Здесь Бог сам бережет русскую землю. Несомненно, произошло тоже и в Сталинграде, положившем великий предел немецкому нашествию. Бог пришел, и милостивый приход его знаменовался чудом. Безбожная советская власть признала свободу церковных богослужений по всему Советскому Союзу. Завоевание русских в борьбе с их несильными противниками, Туркестан, Кавказские народцы, почти пустые пространства Сибири, Черноморское побережье, на историческом языке получили именование, продвижение до своих естественных географических границ. Для историков это продвижение казалось столь нормальным, что Сергей Соловьев, говоря о могуществе империи, присовокупляет, но без завоевательных стремлений. Конечно, присоединение Сибири, Кавказа, Туркестана, Черноморского побережья вполне слесообразно, но не может быть никаких оправданий для хищного захвата целых государств, Польши, Синляндии, имевших свою особую жизнь, свое церковное становление, свои естественные границы. Театром славы всего света заставлял русских правителей всегда показывать миру свое великое могущество. Император Николай I почти все свое царство не стремился повелевать европейской политикой. Один случай из его жизни показывает, как полон он был антихристовым духом превозношения. Однажды на больших маневрах под Петербургом он въехал пристроем далеко вытянувшихся войск и скомандовал «С нами Бог! Против нас никто! Вперед!» и поскакал. За ним двинулась и вся громада войск. Это бесцельное движение военной силы в расстроенном гордости уме императора оказалось ему угрозой всему свету. Но здесь ничего не было, кроме кощунственной игры с выражением «С нами Бог!». Севастопольский разгром и мрачное уныние, в которое впал император Николай перед смертью, изображенное Фрелиной Тютчевой в дневнике, было ответом судьбы на это кощунство. Знаменательно для тайны жизни русского народа то, что сохранилось в его памяти о двух национальных полководцах, о Суворове. «Не Тутрукай с его удалью, Туртрукай взять и мы там, слава Богу!» «Слава нам!» За это дело Суворов чуть-чуть был не отдан под суд излишнего кровопролития. Полководство спасло известное изречение Екатерины Второй. Победителей не судят. Ни итальянские победы никому не понадобившиеся, ибо французы так и не ушли из Италии. А остался в памяти русского народа поход через Ангатарт, великая русская страда, плод русского терпения и жертвенности. Также остался в памяти народной простота Суворова, его любовь к солдатам, его юродство, его течение псалтыри в деревенской церкви во времена бесславия. Кутузов, прекрасно изображенный в войне и мире Толстого, является нам исконное лицо русского стратега. Вот его слова. Чтобы выиграть кампанию, не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Нет сильнее этих двух воинов терпения и время. Все приходит во время, кто умеет ждать. Кутузов дал Бородинское сражение, потому что от него требовал этого императорский двор, нетерпение. Он сдал бы Москву совсем без боя, если бы все зависело только от него. Ибо он знал, что французы будут побеждены временем, как знал о татарах Иоанн Третий, как знают все правители, Богу покоряющиеся и от Бога имеющие указания на нищущие славы, а берегущие драгоценную жизнь людей. Империя любит измерять свое время сражениями и победами. Но русский народ, церковь, живет не по календарю событий и всякого рода происшествий, не по численному календарю Петра Великого. Он говорит на Флора и Лавра, к Вечнему Николе, к Петровке пост, на Петра и Паула, к Покрову дню, в Егоре в дни и прочее, прочее. В народном сознании дни года не отмечаются отвлеченными знаками цифр, а запечатлеваются сердцем дня, именем празднуемого в этот день святого. Но в просвещенном эта мудрость народная плод просвещения истинного Христова кажется суеверием, показанием отсталости. Никуликовскую битву, когда провелось неисчислимое количество крови, поминает верующий русский народ. Кто помнит, в году этот день народ церковь поминает приход в Москву Владимирской иконы Божьей Матери, событие, которое сопровождалось бегством полщищного великого завоевателя Тамерлана. Вспоминает не взятие Казани, а явление Казанской иконы Божьей Матери, и не один раз в году, а несколько. Тогда радуется сердце народное, ликует его душа. Здесь великое торжество народа церкви, ибо озаряет народную жизнь чудный свет благодати Божией. Несравним этот свет с огнями фейерверков, которые пускал в дни поминаний своих побед Петр I, Великий. В то время как новый свет, новое бытие справляли свое великое торжество в преобразованиях Петра I и его оргиях всепьянейшего собора, свет истинный, еле заметный в русском царстве, начал разгораться дивным образом, но как бы вне течения всенародной жизни, в дебрях тамбовских, среди непроходимых лесов. К изображению этого света и к его до времени малому торжеству мы теперь и обратимся. В дремучем лесу. Святой Серафим и XIX век. Через много веков после святого Сергия Радонежского снова озаряет русскую церковь свет великой благодати. Божий бесценный дар явлен теперь и не в общине церкви совершенной, как в древнем Киеве, и не в сонме святых, подобно первоначальной Москве, но светит в одиноком человеке, всю жизнь свою прожившем почти незаметно в пустынях Российской империи. Дремучий лес не только жилище святого Серафима Саровского, но и знамение духовного состояния церкви. Печорское солнце яркостью лучей своих счастливило всю древнюю нашу церковь, как райское ликование. Были видимы и слышимы отовсюду на Руси преподобные первых московских времен, но слабые лучи Саровского отшельника достигают немногих верных душ, как бы с трудом пробиваются они через дебри неприходимой лесной чащи, духовной тьмы запомнившей русскую церковь. Когда в XI веке святой вестник Печорский Феодосий приходил к киевскому князю, во дворце смолкало и приостанавливалась обычная жизнь, и наступала тишина, чтобы слышен был голос Божий во слух во всех углах княжьего дома. Царские вельможи при встрече со святым Феодосием сходили с коней, чтобы приветствовать Божьего человека и поучиться, если он захочет повести с ними речь. Каждый обиженный в смерть и осужденный судом преступник одинаково могли прибегнуть к Феодосиевой любви, чтобы восстановилась правда и воссияло милосердие. В XIV веке не было человека на Руси от князя до хлебопашца, который не считал бы для себя счастьем принять святого Сергия или святого Кирилла Белозерского и других святых. Горько было им, если святые отходили далеко в пустыне и в трепете сердца ожидали их возвращения. Другие же сами шли искать. Без Божьих людей трудно было существовать членом нашей древней церкви, потому святые жили в те времена и повсюду, и по всей земле были известны. Какие цари и какие рельможи, и какие великие начальники церкви и иерархии, кроме местных архиереев, да и то по долгу службы посещали при жизни святого Серафима, которому Христос и Пресвятая Богородица являлись для собеседования 18 раз по признанию святого Серафима, а может быть и больше. Святого Серафима, слово которого и свет, и великой благодати преображали собеседника. Разве Москва, Петербург проявили хоть в чем-нибудь желание принять в недрах своих того, кого Бог послал для всей русской земли? Великая благодать даруется не одному человеку и не для некоторых его посетителей, а непременно всей церкви. И горе ей, если не узнает она времени посещения моего. Да знало ли вообще население столиц, что живет в дебрях могущественного государства и славной церкви, так представлялось большому русскому обществу, упоенному шумом империи, и блеском церковных богатств. Живет в лесной дебре светильник, посланный Христом к этому полупогибающему населению России и обреченной империи. Когда знаменитый тогдашний иерарх Филарет Московский риторически воспитал о Святом Сергии Радонежском, «Отворите мне двери тесной кели, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от глаза молитв, и воздыхание преподобного Сергия орошен дождем его слез», он не знал, вернее, он был неудостоен от Бога, что не так далеко, а именно в его время существует келья такого же великого посланника, как Святой Сергий, Святого Серафима, у которого Филарету и другим его великим современникам надлежало учиться любви и узнать, в чем заключается цель христианской жизни. Составители жития Святого Серафима считают необходимым сказать, приходили к старцу и мужи государственные. Однако назвать никого не могут, кроме некоторых провинциальных чиновников и военных, не выше начальника местной дивизии, и как исключение нижегородского губернатора. Скользь упоминается, что один раз проездом инкогрита в какую-то губернию посетил Саров и зашел за благословением к Святому Серафиму великий князь Михаил Павлович. Этим инкогнито знаменует соотношение тогдашних великих мира всего к святым. Не нарочито, как в древние времена на Руси приходили князья к Божьим посланникам, и сколь часто, а один раз случайно, при поездке по каким-то своим делам, инкогнито. Гораздо откровеннее рассказ о посещении Сарова московским генерал-губернатором, который перед тем без всякого основания жестоко обидел начальницей дирейской общины, назвал ее публично старой развратницей, приказал вытолкать ее вон из своей канцелярии. Святой Серафим сам не вышел обличать губернатора, а просил друга своего Монтурова высказать генералу всю несправедливость его поступка к человеку неповинному. Когда генерал в ответ на слова Монтурова осыпал ее площадной руганью, то Монтуров, как поручил ему святой Серафим, низко поклонился и благодарил. Понятно, почему не вышел святой Серафим к государственному мужу тогдашней России, ибо, имея печать полноты Духа Святого, он не мог метать духовный бисер, чтобы не оскорбить божества в нем обитавшего. Впрочем, не это еще самое страшное для характеристики отношений высшего общества в России к живому Христу в лице своего свидетеля, верного, посетившего русскую церковь. Быть может, у читателей является недоумение, почему автор так долго останавливается на изображении плохого приема святого Серафима со стороны большинства живших тогда людей, в особенности со стороны правителей страны. Потому что невозможно иначе правильно раскрыть смысл прихода великого посланника Божия, понять его безысходную жизнь в дремущем лесу и выяснить причину дальнейших событий в Российской империи. Самое страшное заключалось в том, что почти не заметив святого Серафима, петербургское и всероссийское высшее общество, как светское, так и иерархия церковная, после кончины святого Серафима признала и радушно приняла хвостуна, выдававшего себя за любимого ученика святого Серафима. Но не только приняла она и всячески помогала этому уже ученику в течение двадцати лет мучить истинных почитателей святого Серафима, также его сирот, то есть девушек, выделенных по приказу Богородицы из Диевского общества и духовно воспитанных святым Серафимом. «Меня не принимайте, а того, кто придет, выдавая себя за меня, того примете». Трудно представить себе весь драматический комизм, иначе нельзя назвать этой историей, виновником которой был послушник Серафима монастыря Иван Толстошеев, как бы перст, указующий в самой фамилии героя больших и в то же время ничтожных событий. Кажется, все это не более как проделки потешающегося мелкого беса. Недаром в эти времена писался ревизор с его героем Хлистаковым, которого ничего не стоило бы разоблачить. Но такова была слепота века, начиная с императора, издавшего указ о соединении дирейской обители с мельничной общиной, то есть противный указу Пресвятой Богородицы, данный святому Серафиму, и святейшего синода, подобострастно выполнявшего всяческие пожелания высокопоставленных дам с императрицей во главе, почитавших Толстошеева Хлистакова и кончая местными архиереями. Такова была слепота века, чтоб проделки эти затянулись на двадцать лет. Однако напрасно повествует жизнеописатель и дирейского монастыря, что все, раскрывшись, стало благополучным, и Серафимов дух снова воссиял в дирееве. Думать так, значит решительно отказаться видеть действительность правдивыми очами. На самом деле разрушение здесь было полное. Создание святым Серафимом особой общины, по приказу Пресвятой Богородицы, было уничтожено. А что действовал мелкий бес, это потому, что с людьми духовно сильными ведут борьбу злые духи высокого ранга, а с бессильными управляются мелкие бесы. Как все это произошло и почему, скажем в свое время. Теперь нам пора приступить к явлению в Русской Церкви Великой Благодати в лице святого Серафима. Создание духовной колыбели. Давно забыла Русская Церковь о великих делах и явлениях силы и славы Божией. И вот почти за сто лет до явления святого Серафима Господь оповещает тех, кто имел уши, чтобы слышать, и внутреннее зрение, чтобы видеть, что ему угодно посетить Русскую Церковь в величии своей славы и силы. В торжественном стиле говорит об этом потерих Серафима Саровского монастыря. В начале по ночам были чудесные явления, сходил иногда с неба великий свет на самое то место, где ныне стоят соборные церкви. А также нередко слышен был колокольный звон, хотя тогда еще не было на этом месте человеческих жилищ, и вся окрестность покрыта была густым непроницаемым лесом. Первоначальные отшельники не остались здесь, но отошли в иные места. Однако они все, согласно, прорекали друг другу о будущей славе. И явился муж, от Бога как бы предназначенный, и безвыходно поселился в жилище ушедших. Он веровал, что настало время, потому что и его самого посещали откровения свыше. Старец этот иеромонах Иоанн поселился в пустыне, как один из нищих во Христе. Он не имел никаких средств не только на построение, но даже на приобретение малого участка земли. Так что и на первоначальной Кесаровской пустыне оправдались слова преподобного Нестора Чернориста Печерского о твердости обителей, которые воздвигаются не золотом и серебром, но молитвенным потом и слезами пустын на жителей. Твердая надежда на всесильного Бога одушевила Иоанна, и он, явившись к владетелю земли на реке Кесаровки, мудрыми словами убедил уступить ему эту землю. К Иоанну пришли несколько единосочувствующих, и при Божьей помощи они в пятьдесят дней построили церковь во имя Божьей Матери, живоносного ее источника, как бы указание на живую воду, которая продолжает струиться в церкви молитвами Пресвятой Богородицы и верных Христу. Жители окрестных селений, впрочем, не ближе 10-20 верст, так пустынно было здешнее место, сначала даже вооружились против строителя, ибо боялись, что монастырь отнимет у них свободный въезд в лес, где они добывали мед и охотились. Однако кроткие увещания следует помянуть, что эпитет кроткий как бы не отъемлет духу этой обители с изначала и до времени святого Серафима, которому эта добродетель была присуща в высочайшей степени. Оттого и избранником был Пресвятой Богородицы, родоначальницы кротких в церкви Христовой. Утешил людей, и они, вместо того, чтобы препятствовать, стали помогать Иоанну в строении. Мало того, как только разнеслась весть о построении храма, отовсюду собрались в это дремучее и доселе незнакомое место несколько тысяч человек при крайнем малолюдстве тамошних стран, боголюбивых людей, которые принесли с собой всю необходимую утварь для храма, даже колокола и, наконец, пищу для всего многолюдного собрания. Ибо у пустынников не было ни утвари, ни церкви для церкви, ни пищи. Конечно, сам Господь привел сюда верных Своих, чтобы чудом собрания с многочисленного в никому неизвестном доселе месте запечатлеть избранничество его для будущих событий. Однако, необходимо сказать, тишина и никому неизвестность жизни и дел Саровской общины не соответствовали в течение столетия столь многообещающему началу. Община как бы совершенно отказалась от всякого видимого влияния на мир. Она сосредоточилась в самой себе, в любви братьев и молитве. Отцы, говорил писатель потеряка, о которых я повествую, работали Господу в тайне и крепко затворив за собой двери своей клети. И потому сведения мои скудны. Никакие, казалось бы, очень важные причины не могли заставить истинных здешних подвижников покинуть обитель. Патерик приводит наиболее характерное для этого событие. Митрополит Петербургский пожелал возвести известного в Сарове старца Иеронима сам епископа и назначит начальником духовной миссии в Америку. Но как только узнал старец об этом, он начал юродствовать, чтобы уклонить отца на епископа и назначение в Америку. И хотя митрополит в письме говорит, что на него напал ужас, что отец Иероним, достойный христианской любви, поступил так, думая спасти душу, но тот не спасает ее, кто не хочет поспешить в спасении других. Однако отец Иероним продолжал юродствовать. И Патерик воспитает, «Таковы были великие духом подвижники в Сарове». Конечно, и автор Патерика знал, что говорил, и отец Иероним знал, что делал. Ибо творили в Святом Духе спасение ближних – Божие дело. И без мгновения Божьей перемена место ради спасения ближних может только повредить им, а не спасти. В другом случае сам Игумен Сарова отказался доставить строителя Игумена в Южную пустыню, как свидетельствует об этом с сожалением в своем письме тоже митрополит Гавриил. А когда митрополиту и удалось вытребовать старца Назария, хотя не хотели отпускать его ни Игумен, ни братья, ни он сам не желал ехать до устроения Валаамского монастыря, то пробыл, сколько необходимо было на Валааме, Назарий не остался там, а вернулся в Саров. Ибо желал он от всего сердца, как и другие братья Сарова, быть соучастником дела, заповедованного Господом этой общине. Родить духовно человека, который мог бы получить от Бога великую благодать и тем явить русской церкви утраченную ей истинную любовь Христа. И подвязалась Саровская община в течение ста лет в кротости и любви, выполняя Божий промысел о ней. О возвышенных отношениях братья и друг к другу говорит Патерик, стилем своим напоминая святое свидетельство о Киевском Печерском монастыре преподобного Нестора. Не было в братья друг перед другом ни зависти, ни лести, ни раздора, ни рвения, а сохранялось удивительное скротостью согласия, единодушие и труд всех был направлен к тому, чтобы поселить в братья прощение обид, взаимное вспомоществование, признание своих слабостей, обузание гордости и самолюбия, не мстительность, совершенная любовь до самоотвержения. Среди этих тайных, глубоко внутренних подвигов, трудно различая им братья друг от друга, целый ряд имен приводит Патерик. Но как бы сливаются они все на одно возвышенное лицо саровского общинника. Чтобы несколько оттянуть различия света звезд саровского неба, ибо ведь каждый след церкви свете своим светом, Патерик говорит об игуменах, строителях, о каждом с особо иной любовью. Не имея ни сего, и только любовью приобретая от соседних помещиков лес и сенные покосы, первоначальный старого иеросхемонах Иоанн заботился о пришельцах. Он усинил положение, чтобы приходящих и приезжающих богомольцев всякого звания довольствовать общую трапезу, не взирая на число их, что и исполнялось всегда до времени написания Патерика 60-х годов XIX века. До пяти тысяч человек в праздники насыщались в обители. Этот первоначальник Иоанн кончил жизнь мученически. По доносу, что у одного Ирина Касаровского хранится завещание Петра I о принцессе Елизавете, Иоанн был вытребован в Петербург в тайную канцелярию, где в течение нескольких месяцев допрашиваемый, конечно, с пытками, ибо без пыток тогда и не допрашивали, он, наконец, предал дух Господу. На первоначальнике Сарова, то есть на посланнике Божьем, имевшем выполнять волю Божию в русской церкви, Петербург показал свое противление воле Христа и противление, холод в сердце в правлении России. Тайно не переставал мучить Сара в течение всей его святой жизни, ибо святые, верные Христу, исполняющие его волю, мучимы бывают не только физически, но и отклонением, в особенности стоящих во главе народа, от любви Христовой. Про второго игумена Дмитрия Патерик говорит, что он был для всех образцом смирения и трудов иноческих, ходил на общее послушание, сенные покосы, рыбную ловлю. Вся жизнь его была обогащена трогательными примерами терпения, милосердия. И, видя это, братья поручали ему свои души. Попечительное, сердобольное и мирное, каждое слово его направлено было к тому, чтобы поселить в братья совершенную любовь. Наставления Дмитрия были столь мудры, что они только сохранились в сердцах его современников, но и до ныне повторяются в устах братьев. Игумен Ефрем, который вместе с первоначальником Иоанном был мучен в Петербурге, потом в течение многих лет находился в заточении в Оренбурге, вернувшись с саров, было избран строителем. Тихая и миролюбивая со всеми его обращения заставила всех уважать и любить его. Многие из братьев считали себя блаженными, что находятся в послушании такого отца. Даже старца, многолетними сединами светущие, добродетелями украшенные, были привязаны к нему духом любви, как к смиренному наставнику своему. Благодать Божия словом старца Ефрема так умягчала душу, что следовавшие его внушениям забывали всякое земное помышление. В благообразном лице его выражалась утешительная радость. Когда в 1775 году был голод, и народ питался древесной корой, Ефрем приказал всех приходящих кормить ежедневно по несколько сот, а иногда по тысяче человек насыщались с довольством. Некоторые из братьев, опасаясь недостатков хлебе, стали выражать недовольство питанию голодных. Когда Ефрем созвал старейшую братью, и с глубоким вздохом сказал, «Не знаю, как вы, а я расположился, доколе Богу будет угодно за наши грехи продолжать голод, лучше страдать со всем народом, нежели оставить его гибнуть от голода. Какая нам польза пережить подобных нам людей?» Ефрем скончался в год прибытия саров святого Серафима в 1778 году. Строитель Пахоми, при котором пришел саров святой Серафим, относился к братьям с любовью и отеческим милованием. Про него посетители обители свидетельствовали. Восхитительно молиться в этой пустыне. Пахоми, как предваряя святого Серафима, говорил о действительных средств получения Духа Святого. Благодать Духа Святого всегда окружает нас и желает наполнить. Но злые дела окружают нас и, подобно каменной ограде крепкой, препятствует вселению Духа Святого в нас. И Пахоми и следующие за ним Игумен Исайя были духовными друзьями Святого Серафима. С ними он не чувствовал себя одиноким. Вместе с ними и другими многими составлял святую общину. Исайя даже и тогда, когда тяжкая предсмертная болезнь не позволяла ему самому ходить в отдаленную Серафимову пустыню за семь верст, в густом и непроходимом лесу все-таки продолжал посещать друга. Братья в тележке отвозила больного. Итак, мы видим, что Патерик в Саровске созристоточен на изображение любви. Чудес, как бы и не было в этом монастыре. Однако всем сердцем мы чувствуем святость общине, Божие избранничество ее. Вестник Христовой любви. Но вот стиль изображения любви приобретает высочайшую силу. Патерик говорит о святом Серафиме. Кто бы ни был приходивший к нему бедняк, врубящий или богачь в светлой одежде, даже какими, кто не был обременен грехами, всех лобозал он с любовью, всем кланялся до земли и благословлял. Сам целовал у многих непосвященных людей руки. Он никого не порицал жестокими укоризнами или строгими выговорами. Ни на кого не разлагал тяжкого бремени. Сам, неся крест Христос со всеми скорбями, он говорил иным обличения, но кротко, растворяя слово свое смирением и любовью. Старался возбудить действия совести, советами, указывал путь спасения. И часто так, что слушавший на первый раз и не понимал, что дело идет о его душе. После же сила слова о соленом благодати производила свое действие неизменно. Не выходили от него без оставления ни простые, ни ученые, ни вельможи, ни простолюдин. Для всех доставало живой воды, текшее из уст смиренного и убогого старца. Все ощущали его благоприветливую любовь и ее силу, и токи слез вырывались иногда и у имевших твердое и окаменелое сердце. Патерик ничего не говорит о чудесах святого Серафима, кроме некоторых случаев дара прозорливости. Как узнаем позднее из рассказов девушек, мельничных сестер, основанных Серафимом, мельничной обители, самых близких ему людей. Святой Серафим был окружен чудесными знамениями своего инобытия, но об этом никто не знал. Но вот что приводит Патерик со слов самого святого Серафима. Умерли две монахини, бывшие обе игумениями. Господь открыл мне, что души их были введены по воздушным мытарствам, что на мытарствах они были испытуемы и потом осуждены. «Три дня молился я о них у Бога, прося о них Божью Матерь. Господь по Своей милости молитвами Богородицы помиловал их. Они прошли все воздушные мытарства». Это действие любви на спасение как бы уже погибших и когда после смерти, как часто мы слышим, что будто бы после смерти грешник, осужденным нет помилования. Это спасающая трудами трехдневная молитва любовь не выше ли того, что называется обыкновенно чудом. И когда потерих в другом месте открывает нам тайну святого Серафима, вся жизнь его была посвящена молитвам о спасении ближних. Не наполняется ли душа каждого живущего великой отрадой и радостнейшей надеждой и здесь, и после смерти нет отчаяния. Ибо святые друзья наши молятся с таким усердием о всех, что недаром были произнесены слова апостолам Петром о втором пришествии Христа. Господь не медлит своим приходом, но Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. Святые в любови своей достигают покаяния грешников и здесь, и за гробом. В первой главе нашей книги мы говорили о преображении святого Серафима перед Матавиловым. Лишь люди, находящиеся в полноте Духа Святого, имеют в себе огонь, который не только действует в них, но озаряет всех, кто подходит к ним с любовью. Этот огонь Духа Святого чувствовали многие из посетителей святого Серафима. О его действии они рассказывали. Ипотерик так говорит об этом. Беседа со святым Серафимом согревала их сердце, снимала с внутренних очей их как бы некоторую завесу, озаряла умы их светом духовного просвещения, и возбуждала в душе решительную перемену и силу на исправление к лучшему. Один человек свидетельствовал во все продолжение беседы «Я чувствовал в сердце неизъяснимую небесную сладость. Бог весь, каким образом туда перелившуюся, которую нельзя сравнить ни с чем на земле, и о которой до сих пор и не могу вспомнить без слез умиления и без ощущения живейшей радости во всем моем составе». Другой человек со страхом за свои грехи шел к теле святого Серафима, но по дороге страх оставил его, и появилась на душе тихая радость. «Я еще не видя, уже любил святого Серафима». Еще один свидетельствует, что в глазах святого Серафима он видел целое откровение любви. Как апостол Павел говорил о духовных, что они способствуют душевным переродиться в духовных, то есть второму рождению человека. Так святой Серафим теперь имел также эту великую силу. При своих гирейских, про своих гирейских девушек, отделенных от общины и названных мельничными сестрами, святой Серафим говорил, «Я вас породил духовно». Ксения Путкова рассказывала себе, «Батюшка однажды сказал, я тебя к себе возьму, а я по молодости лет не понимаю ничего, смеясь говорю, а я от вас уйду». «Нет», отвечает радость моя, «нет тебе дороги от меня, я тебя внутрь себя возьму». «Ты не уйдешь, матушка». И потом я уразумела, ведь я всегда была с ним, духом. Святой Серафим не только беседой с Матавилом о вселении Духа Святого напомнил о забытой цели христианской жизни, но и на деле показывал, что значит это вселение Духа Святого рождения свыше и как способствует ей брат, уже рожденный свыше духовный. Чудесен был вид святого Серафима. Различные бедствия изуродовали его телесно, но все черты лица его сиялись радостью, и несмотря на прихрамывание и горб на плече, он казался и был величаво прекрасен. Он изменялся во время бесед, как свидетельствуют многие. И одна из мельничных сестер говорит, и личико у него сделается необыкновенно светло, и станет такой веселый и радостный, точно весь уйдет в небеса, даже жутко глядеть на него. Но то, что было открыто Матавилову, как знать, быть может и другим, превосходит всякое разумение. Лицо его сделалось светлее солнца. И Матавилов говорит, желая хотя немного разъяснить, что было. Представьте, что лицо человека, который с вами разговаривает, вдруг стало как солнце. Вы различаете движение его рта, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, но не видите ни самих себя, ни фигуры с вами разговаривающего, только один ослепительный свет, в котором все кругом как бы исчезает. И святой Серафим говорит Матавилову, вы теперь и сами светлые, как и я, вы сами теперь в полноте Духа Святого, иначе нам невозможно было бы вам меня видеть. Этому духовному солнечному сиянию святого Серафима соответствовал великий свет учения преподаваемого людям через истинное сияние Духа Святого, истинное просвещение от главы Церкви Господа Иисуса Христа. Учения святого Серафима надо искать не в письменных наставлениях монахам, как предполагает жизнеписатель святого. Наставления эти не что иное, как цитаты с некоторыми вариациями из добротолюбия, которые святой Серафим часто и много читал. А в беседах с посетителями здесь любовь Христа через свидетеля верного обращалась к сердцу его собеседника, прося его о чем? О любви к другим, в особенности к наименьшим. Часто, как бы, небольшое замечание вдруг проливает свет на целую область людского обихода. Вот Божие указания на отношение к детям. Мальчик семи лет, находясь вместе с матерью в келье святого Серафима, бегал и играл. Мать сделала ему замечание и точно святой Серафим остановил ее словами. С малюткой ангел Божий играет, матушка. Как можно ребенка останавливать в его беспечных играх? Играй, играй, деточка, Христос с тобой. Преподано великое начало отношения к детям. Вот восстановлена значимость каждого человека, забытые при изуродованном все людские отношения к крепостном праве. А это кто же такая с вами пришла ко мне? Спрашивает святой Серафим одну даму, пришедшую к нему в сопровождении женщины в крестьянском платье. А, это моя крепостная девка. Тогда святой Серафим оставил даму и начал беседовать с девушкой. Потом «Это кто же такая девица с вами?» И на прежний ответ «Это моя крепостная девка», сказал «Нет, это не девка, а девица и лучше нас, потому что у ней доброе сердце». И, благословив девушку, промолвил «Господь над тобой мое сокровище». Великая забота о крепостных страдальцах как бы гложет сердце святого. Ничего нельзя предпринять для всех, да и для немногих редко можешь что-нибудь сделать. Один управляющий имением с крепостными хотел оставить место. И святой Серафим обращается к нему «Умоляю тебя ради Божией Матери, не отказывайся от должности, ты не обижаешь мужичков, твое управление к славе Божией». Даже Мантурова, которого святой Серафим предназначил для попечения своей любимой мельничной обители, когда представился случай позаботиться о крепостных, святой Серафим упрашивает ехать далеко, оставить дерево. Мужички бедны, брошены, совращены, они тебя полюбят и возвратятся ко Христу. Как будто святой Серафим не обличает крепостное право, однако все, что говорит он по поводу его, когда представится случай, показывает крепостное право как сущее безобразие. Почему же он не сказал об этом громко, с той силой, с какой может воскликнуть свидетель верный Христа? Потому что русское высшее общество, то есть пользующееся этим правом, столь глубоко пали, что сила благодатного слова могла только напугать их на малое время. А когда страх пройдет, ибо это еще не страшный суд, то освободившись от страха, они еще больше могли озлобиться. Великий святой приходит, чтобы обличать пороки всего народа, но если народ христианский так глубоко пал, что правда Христа может его озлобить, то святой говорит внятно только для тех, кто в состоянии вместить Христово слово. Действуя среди общества злого, в послании Христов облекает свой призыв к покаянию, в такую ласку любви, что виноватый даже как бы и не чувствует своей вины, и только потом благодатной Христовой силой сердце его смягчается, и он понемногу распознает свою неправоту. Что понятие это мы приведем к счастью сохранившуюся во всей ее важности беседу святого Серафима с одним из его почитателей и будем раскрывать постепенно ее смысл. Помещик, владевший крепостными душами, взял в наложницы дождь своего дворового человека крепостного, прижил от нее двух детей и затем выдал замуж с обеспечением по мнению русского общества того, а нашего времени здесь и греха никакого не было. Но вот начинается разговор святого с виновником описанного события. Отец Серафим приостановился и как бы задумался и внезапно спросил меня, а что вы сделали с девушкой, дочерью вашего дворового человека, что у вас жила? Беспощадный вопрос страшного суда. Оправдания нет. Ибо здесь не только прелюбодеяние, не только насилие, но христианин, пользуясь правом собственности над ближним, над сестрой, значит, как бы под прикрытием закона государства, поступил с невинной девушкой, как рабовладелец, язычник, убежденный глубоко в своей правоте. От этого вопроса содрогнулось сердце грешника, ибо как зловещим магнием освещена была вся глубина падения. Я так и обмер, испугавшись, ожидая и предчувствия свое осуждение. Но не для того, чтобы судить и осуждать, огонь страшного суда, вызванный прямотой вопроса, коснулся сердца обидчика, а только чтобы духовно увидел, что свершил. И вот вместо осуждения слышит из уст святого как бы похвалу себе. Церковь учит, кто возьмет девушку, обязан жениться. А если девица не пожелает, какая девушка, раба, имеющая от своего господина двух детей, не пожелает вступить с ним в законный брак, но здесь святой, чтобы успокоить сердце виновного, прикрывая действительность, то устроить ее жизнь настолько безбедна, чтобы она потом по одной тяготе бедности не могла впасть в новые грехи и всегда благодарила бы Бога. После этих слов мне стало легче на душе рассказывать собеседник святого Серафима. Я так и сделал, сказал я. Страх удален из сердца, ибо все уже прошло, грех прощен, и не нужно его вспоминать. Грехи прощаются, однако необходимо их искупить. И вот внезапно святой Серафим становился на колени перед своим гостем. Становится ваше боголюбие. Жизнь велика, и в жизни много случается. Если когда-нибудь впоследствии из-за вас станут поносить девицу, говорить, что вы живете с нею, даже если это будет неправда, и умоляю вас, не забудьте убогой просьбы моей. Святой Серафим встал на ноги и продолжал. Вы знаете, что девушки, даже и сохранившие целомудрие потери доброго имени хуже смерти. Умоляю вас, женитесь на этой девушке. И батюшка снова во второй раз преклонился перед гостем до земли. Удивленный помещик, который сегодня и приехал к батюшке Серафиму, чтобы посоветоваться о невесте, которую он себе избрал соседку-помещицу, начал объяснять святому, что так как он твердо решил жениться на своей избраннице, то у него никаких иных женщин нет. Что касается дочери дворового человека, то она давно пристроена. Эх, ваше боголюбие, не о теперешнем времени я говорю, а о будущем. Если с вами вперед случится, что будут укорять из-за вас девушку, не забудьте мои просьбы, женитесь на той девушке. И батюшка в третий раз поклонился мне, грешнику, до земли. И я сказал, если Бог удостоит исполнить, то постараюсь сделать, как вы желаете. Благодарю вас. Потом всматриваясь в меня пристально и как бы насквозь, пронизывая меня взором добавил, ну может быть вы смутитесь, она простая крестьянка, ну не смущайтесь, она и поправился Адаму и по Господу нашему Иисусу Христу, сущая вам сестра. Тут батюшка стал говорить, как нам жить с будущей моей женой. И потом отпустил меня, ничего не сказала соседке помещица, о женитьбе на которой я приезжал спрашивать совета святого Серафима. Случилось так, что помещик не женился на своей избраннице и много времени спустя женился на одной крестьянской девушке, о которой имел детей и которой был верен до конца жизни. Благодатная помощь молитвами святого Серафима дала возможность человеку вследствие закоренелых предрассудков общества, не знающего как искупить неправедный поступок, непротивление просьбе святого согласия поступить как он советовал позволило действовать благодати в жизни Серафимова гостя, даже как бы для него самого незаметно чудесно. Во всем рассказанном происшествии свидетельствуется, что истина Христова всегда ясна, ибо что проще и понятнее для христианина слов Серафима. Однако при померкшем сознании христианского общества только одно чудо может восстановить правду. Еще глубже о разрыве между так называемыми взглядами общества и правдой Христа говорят мысли святого Серафима о незаконно рожденных детях. Из литературы того времени, например, из пьесы, даже позднейшей, без вины виноватой Островского, более гуманной эпохи, мы знаем, как презирали человека незаконно рожденного, то есть вне церковного брака, и государство, отметка в паспорте, и общество. Но вот что говорит святой Серафим, «Детей незаконно рожденных надлежит воспитывать, нельзя их презирать». И к этой обыкновенной истине он вдруг прибавляет рассказ, из которого ясно, что для Господа унижаемые бесконечно выше тех, кто унижает их. Считая себя праведниками, был случай в Греции, вельможа царский, ехавший через реку, увидел девушку, моющую платье, плюнившись ее красотой и узнав, что она дочь вдовицы, прибыл с нею. После этого девица увидела сон, будто звезда пресветлая скатилась ей в утробу. А один великий боговдохновенный старец, с которым она и мать ее обратились, возвещая, бывший объяснил им, что родится некто великий от этой дочери. И родился батюшка, угодник Божий, Феодор Сикиот, хранить которого к нему приставил Господь, кроме ангела-хранителя, еще и великомученика Георгия Победоносца. Отношение святого Серафима к приступившему брату к другому члену церкви, более слабому, бесконечно слабейшему, чем он сам, учит христианское общество и начальствующих в церкви, и просто братьев, как должно, будучи христианином, относиться к согрешившим братьям, с какой беспредельной любовью вызывать к их сердцу, чтобы они покаялись. Святой Серафим становится даже на колени. Мы помним, как святая община Киевская во главе с святым Феодосием относилась к преступникам, как святой Григорий накормил, отпустил воров, желавших похитить его последние достояния, как плакал святой Феодосий в виде связанных воров, на самом себе показал святой Серафим Христово отношение к уличенным преступникам, людей, сбивших его почти до смерти. Он не только простил, но строго заявил власть имущим, что если его обидчиков накажут, то он покинет этот край и уйдет в неизвестном направлении. Подобно киевским преступникам, и здешние злодеи через некоторое время пришли к святому Серафиму, умоляя простить их. И на деле, и на словах святой Серафим всегда призывал к величайшему милосердию. Отличительным характером настоятеля должна быть любовь к подчиненным. Истина пасторя показывает любовь к тем, кого пасет. Относись, говорит святой Серафим Игумену Антонию, к братьям, как мать. Чедолюбивая матерь не в свое угождение живет, но в угождение детям. Немощи немощных детей сносит с любовью. Так всякий настоятель должен жить не в свое угождение, а в угождение подчиненных. Должен к слабости быть снисходительным, болезни греховные врачевать, пластыри милосердия, павших преступлениями подымать скротостью. Замаравшись к скверную какого-нибудь порока очищать тихо, вообще поступать так, чтобы не слышать их воплю, тем более ропота. Духовного отца Дерейской общины, отца Садовского, святой Серафим назидал быть, сколь возможность нисходительнее на исповеди. Помни, батюшка, говорил святой Серафим, что ты только свидетель. Мы, принимающие исповедь, только свидетели. Свидетели. Судит же Бог. А чего, чего, каких только страшных грехов сказать невозможно. Он Спаситель наш. Где же нам судить людей? Интересно, что отец Садовский, замечательной своей правдивостью, приведя этот завет Серафима, свидетельствует, что его многие осуждают, даже гневаются на него за то, что он строго бледет завет святого Серафима. Это множество любителей не только строго судить проступки ближних, но даже и на других гневаться за их снисходительность. Знаменует ту пропасть, которую Антихристов Дух вырыл внутри Церкви между истинными учениками Христа и теми кажущимися праведниками, которые являются виновниками отхода от Церкви многих добрых, теми страшными законниками, о которых апостол Павел пророчествовал, что они в храме Божием сядут, как Бог, про которых сам Христос говорил, что они связывают бремена тяжелые и неудобо носимые, и возлагают на плечи людям, лицемеры, затворяющие царство небесное человеком. С духом таких людей святой Сарафим вел всегда борьбу. Неоднократно убеждал он очень строгую деревьевскую начальницу Ксению Михайловну оставить непосильно устав Саровской пустыни. Мужчине и то с трудом лишь в моготу исполнить, говорил он. Как известно, именно здесь лежит коренное его несогласие с первоначальной дирейской общиной и даже его отход от нее. И именно поэтому явилась ему Пресвятая Богородица при колодце. Смысл этого явления Богоматери святому мало освящен в жизнеописании святого Сарафима. А между тем здесь необычайной ясностью свидетельство у нас выше, что в церкви существует два пути духовный и кажущийся духовным святой и лжецвятой. Первоначальная дирейская община была основана в 18 веке монахине Александрой по желанию Пресвятой Богородицы, явившейся ей в видении. Перед кончиной мать Александра поручила духовное руководство этой общины старовскому иегумену Пахомию, а последний перед смертью завещал духовно пищисяне святому Серафиму. Но когда, как мы сказали, начальница Ксения Михайловна не согласилась послушаться святого Серафима, он был в крайнем затруднении, не зная, как ему исполнять обещание, данное Пахомию, духовно руководить общиной. И вот Божья Матерь, явившись Серафиму, близ богословского родника, сказала, почему ты не исполняешь свое обещание, данное Пахомию, матери Александре, Ксению с ее сестрами оставь, но я укажу тебе другое место в том же селе деревья, и на нем устрои мною матери Александре обитованную обитель. Из общины Ксении возни восемь сестер, и Богородица сказала по именам кого взять, и дала ему для всей обители новый устав, нигде до того времени не существовавший. Святой Серафим свидетельствовал, что никогда ничего в этой новой общине он не делал по-своему, а все по-точному повелению Божьей Матери. Отцу Василию Садковскому святой Серафим говорил об этом, исповедую тебя и Богом свидетельствуюсь, что ни одного камешка я по своей воле у них не поставил, ни же слова единого от себя не сказал им, и ни единого из них не принимал я пожелания своему против воли Царицы Небесной. Так возник нам мельничная обитель. Названо столь странно, потому что была построена там мельница, на которой сестры работали, и этим питались мельница-питательница. Здесь работа была обязательнее молитвы, главное, чтобы праздности, и это совпадало с заветом первоапостолов. Для новой общины воздвигли особый храм, несколько келей, и все место обвели канавкой, рыть которую начал сам святой Серафим. Этой канавке он придавал таинственный и священный смысл. Ее всю прошли стопы при святой Богородице, и ее враг не переступит. Рядом продолжала существовать обитель Ксения Михайловна с ее сестрами, она жила своей жизнью. Святой Серафим объяснял и строго различал между двумя обителями их несметную раздельность и полную друг от друга независимость. Свидетельство летописи Дивеевской. В речи Божией Матери, обращенной к святому Серафиму с повелением открыть новую общину, останавливает внимание слова Ксении с ее сестрами оставь. Ненапрасно конечно произнесены такие слова. Дух Святой не произносит случайных речей. Нетрудно понять, что они здесь значат. Святому открывается, что община Ксении Михайловна не может быть руководима Духом Святым, поэтому оставь, ибо они не послушны неоднократным советам Духа Святого, выраженным через свидетеля верного Святого Серафима. Значит, желают идти своим путем в христианстве нет принуждения. Отныне сами себе руководители, а не Дух Святой. Это и есть путь, кажущийся духовным. Известно, какие тяжкие заблуждения всегда связаны с этим путем. Чрезвычайно показателен удар Божией Матери жезлом в землю на месте ее явления Святому Серафиму. Здесь была трясина, отмечена в летописи. И вот при ударе скипел из земли источник фонтаном светлой воды. Из трясины вызвана новая жизнь, живая, светлая вода, ничего общего не имеющая смутной водой этого места. Теперь понятна причина, почему Ксения Михайловна и ее преемница Ирина, дочь Ксении, столь легко подпали под влияние Ивана Толстошеева, руководимого мелким бесом, и во всем ему стали послушны. Но вот что непонятно. Каким образом утвердившись в дереве Толстошеев, хотя и после многих лет и долгих стараний, но все же разрушил общину, созданную святым Серафимом по повелению Богородицы. При дальнейшем изложении это станет ясным. Нарочитая строгость к людям уставной жизни в обители Ксении Михайловны, заглушая собою любовь и милость, развивала осуждение и жесткость. Следует обратить внимание на отношения послушницы Матроны, приставленной Ксенией к великой святой юродивой Пелагеи Ивановне. А она била ее смертным боем, конечно, не безведомо начальнице. Из этого духа начальницы общины вышло то множество, которое злилось на отца Василия Садковского за его милостивое отношение ко всем. Следует отметить, что в первый год начальствования Ксении 1796 год из 52 бывших здесь сестер ушли 40, затем постепенно стали пополняться очевидно уже в духе Ксении. Святой Серафим учил своих любимых мельничных сестер духу противоположному Ксении Ивскому. Все было иначе, начиная с продолжительности молитвы и проповеди веселья. И это учение, конечно, не только для деревьевских избранниц, но и для многих других. Святой Серафим спрашивает, молишься ли ты, радость моя? Ах, батюшка, уж какая времени нет? Это ничего, сказал батюшка. Ты этим не огорчайся. Есть время, исполняй все и молись. А если нет, то ты, радость моя, только правильство мое, прости утром. Правило необычайно краткое, среди дня, да и на ночь, да можешь, походя на работе. А если нельзя, ну так, как Бог тебе поможет. Только вот поклону ты спасителю Божей Матери уж хоть как-нибудь, а исполняй. Кто об этом свидетельствует? Не какая-нибудь посторонняя, очень занятая женщина, случайно пришедшая к святому, а любимейшая его мельничная сестра Ксения Путкова. Это была молодая и красивая крестьянская девушка, имевшая даже жениха, но святой Серафим убедила ее стать мельничной сестрой. Одна из тех сестер, про которых летопись деревьевская говорит, что они были необычайно праведные те именно, которых духом породил святой Серафим. Послушаем, что еще говорит эта Ксения. Не приказывал батюшка изнурять себя непосильными подвигами поста по древнему обычаю. Батюшка велел больше всего бояться уныния. Нет ужасней и пагубней духа уныния, говорил он. Поэтому всегда приказывал не только быть сытой и кушать в волю, но и на труды брать с собой хлеба. В кармашек то свой а хлеба-то и покушай, да опять за труды. Даже на ночь под подушку приказывал он класть хлеб. Приказывал никому никогда не отказывать в хлебе. А была у нас в трапезе строгая и пристрогая сестра. Очень она была покорна матушке Ксении, которая не позволяла Боже упаси после трапезы один раз в день дать кому-нибудь даже кусочек. И сестры с голода часто друг у друга брали. Однажды вызвал эту стрепуху святой Серафим и стал он страшно и строго ей выговаривать, так что ужас на меня напал. Что это ты, матушка, говорил Серафим, слышал я, волей поесть не дашь сиротам. Стрепуха начала была ссылаться на строгость начальницы, но святой Серафим сказал, пусть начальница-то, а ты потихоньку давала да не запирала. И так гневный отпустил ее. А веселье святой Серафим говорил так, веселость отгоняет усталость, а от усталости уныние бывает. Вот и я, как поступил в монастырь, на клиросе тоже был, и какой веселый был, братья-то устанут и поют не так, а иные вовсе не придут. Как соберутся, я и веселю их, они и усталость не чувствуют. Дурно это делать нехорошо, а сказать слово ласковое да приветливое да веселое, чтобы у всех перед лицом Господа дух всегда весел был. И это вовсе не грешно, совсем напротив. Это радостное, простое, любвеобильное отношение ко всем окружающим было основным в характере величайшего схимника Серафима. Да какой простоты родственной, а родными себе он считал сирот своих девушек мельничных, доходил он, свидетельствует рассказ Ксении Васильевны о себе, а как батюшка то любил нас, просто ужас, и рассказать то не сумею, бывало придешь к нему, а я всегда такая суровая, серьезная была, ну вот и приду, а он уставится на меня и скажет, что это матушка, к кому ты пришла? Клам батюшка, ко мне стоишь как чужая, да как же батюшка, да ты приди, да обними, да поцелуй меня, да не один, а десять раз поцелуй матушка, да разве я смею, да как же не смеешь, ведь не к чужому радость моя пришла, разве так к родному ходит, и все равно, при ком бы то ни было, хотя бы тысячи здесь были. Это близкое родное чувство было у святого Серафима не только к Сении Васильевне, но ко всем мельничным избранницам. В последние годы жизни святой Серафим как бы отдал все свое время, все свои заботы, на них сосредоточил все земное свое упование. Они постоянно бывали у него и днем, и ночью. И он хотел, требовал, чтобы они приходили, так что они от полнейшего утомления иногда даже роптали, правильнее сказать, ворчали, про себя, конечно, потом каялись, ибо в то же время несказанно любили его. Он отдавал им все, что ему приносили, а приносили ему очень много. Все у нас было от батюшки хлеб, дрова, соль, свечи, елей. Только давал все понемногу. Что выйдет, опять идем к нему, или сам накажет, что вы пришли. У нас был ключ от келии батюшки, а потому невозбранно к нему входили в стенки, где стоял гроб, постель, и днем, и ночью. Они работали у него на огороде и на заготовке леса. Однажды зимой, рассказывает сестра, мы несли послушание, возили дрова из саровского леса, отдали пустыньки и так сильно прозябли, что расплакались. Пошли к батюшке в ближнюю пустыньку и плаща встали около нее. Батюшка познал духом, что они пришли, постучал изнутри, но они не слышали от слез. Тогда батюшка отворил дверь, принял их, как нежный отец, и так утешил, что они совершенно забыли свою усталость, холод и поспешили домой. Другой раз летом только что пришла в обитель свою от батюшки сели ужинать, рассказывает сестра Акулина, как приходит сестра из старого. Батюшка тебе и Стефанине наказывает тотчас обратно к нему идти. Пошли. Приходим, чуть-чуть брежется, а батюшка топит, огонек высекает. Велел мне истопить пеську и обжечь мотышку. Потом опять грядок на огороде сделать. Послал нас подкрепиться. Нашли у него горнушку, а в ней пищу. И что за батюшкина пища? В одной посудке было семь пищи. И уха, и щи, и похлебка, и рыба свежая, и соленая. Все-все вместе. И опять досидели до ночи. Сначала хотели оставить, ночевать. Хотел. Но потом велел нести меру картошки домой. Грядите домой. А ночь хоть глаза выколи, даже изги не видать. Благословите, батюшка, за вашими молитвами дойдем. Пойдем. Грядите, матушка. Да прямо на Маслиху. Маслихой назывался-то лес. Престрашнеющий. Однако пошли. Ничего. Только спутница моя захотела идти по тропочке. Не ходи, говорю. Батюшка не велел. Ты батюшку оскорбишь. Нет, пошла. Да как вскрикнет, я к ней бросилась. А она в воде по шою. Река сати здесь протекает. Вытащила ее. Пошли дальше. По дороге подложи в мешок с картофелем. Часик заснули. И домой к утру пришли. Просковья Ивановна, Святой Серафим сказал, чтобы она дважды в день, в один день, пришла к нему. Надо, значит, было пройти 50 верст. Она смутилась. Ничего, ничего, матушка, весело сказал Святой Серафим. Ведь теперь день 10 часов. Хорошо, батюшка, сказала Просковья с любовью. Первый раз она пришла в келью в батюшке, когда шла раннее обеднее. Батюшка весело встретил ее, назвал «Радость моя», накормил частичками просвора со святой водой и потом дал нести в обители к себе. Большой мешок с толокном и сухарями. В Диеве она немного отдохнула, опять пошла в Саров. Служили в вечерню. Когда она вошла к батюшке, который в восторге приветствовал ее, говоря, «Гряди, гряди, радость моя!» Посадил Просковью и поставил перед ней большое блюдо паренной капусты с соком. Она стала есть и изумилась необычайному вкусу. Потом узнала, что этой пищи не бывает за трапезой, и она так хороша, потому что сам батюшка помолит и приготовил ее. Необычайность пищи и другими чудесными делами милишные сестры как бы участвовали вины бытии святого Серафима необычайностью пищи. Одна сестра забыла взять ключ от келя святого Серафима и, придя ночью, не знала, как быть. Взяла прутик с дорожки и всунула в замочную скважину. Дверь точно сотворилась. Две сестры возили лесу с Сарова. Лошадь упала и не могла встать. Вероятно, повредила ногу. Сестры начали громко призывать Серафима. И то сейчас лошадь вскочила и пошла так быстро, что сестры не успевали за ней следовать. Одна же сестра Евдокия, работая на мельнице, одна работник ушел. При разбушевавшемся ветре не успела засыпать жито в палого чая, не своплим. Батюшка Серафим, не спастись, привел меня сюда. Легла под колеса, чтобы они меня задавили. Но камни точно остановились и явно передо мной устал батюшка Серафим. Я всегда с теми, сказал он, кто меня на помощь призывает. Спи на камушках, не думай, что они тебя задавят. А одной сестре зимой святой Серафим вынес зеленую веточку с плодами, каких она никогда не видела. Две сестры, идя впереди Серафима, оглянувшись, увидели, что он идет на аршин от земли по воздуху. В углу его келья однажды вырос куст малины, ягодами которого он угощал сестер. Утром сестры посадили грядку луку, а вечером он собрал с этой грядки уже выросший лук, и они унесли его домой. Святой Серафим всегда чудесно защищал своих духовных питомниц от всякого рода напастей и людей. Одно чудо имеет большое символическое значение. Батюшка посылал сестер в лес за брусникой для трапезы, и старшей ходила к Сене Ивановне, не путкова. Однажды Святой Серафим говорит ей, радость моя, вы ничего не бойтесь, никто вас не может обидеть. Благословил их, и они ушли на несколько дней за ягодами. Занимаясь сбором, вдруг видят они, что скачет на них палисовщик. И кричит, что вы тут шляетесь, чтобы духу вашего здесь не было, убирайтесь. Подскакал Ксений и замахнулся на нее громадной плетью, но лишь только замахнул он, неизвестно, как вырвалась плеть из руки его, и он соскочил с седла за нею, хотел поднять, но плеть куда-то исчезла. Странно, сказал он в раздумии, и как бы испуганный уже кротко обратился к сестрам. Не могу найти плети, а она хозяйская. Сестры с радостью бросились помогать ему, но не могли отыскать. Все дивились такому чуду, чтобы громадная плеть могла скрыться, как иголка. Палисовщик уехал, а сесар, набрав ягод, вернулись к батюшке. Ну что, радости мои, благополучно ли подвязались? Они рассказали ему все, что произошло. Вот радость моя, ответил батюшка, весело улыбаясь. Вот где же плеть-то найти? Ведь она к земле ушла. Земля по воле посланника Божия, проповедника великой любви к ближним, разверзла утробу свою, чтобы поглотить орудия безумной обиды слабых сильными. Это редчайшее явление в христианской истории, ибо Христос не борется с насильниками силы. Оно свидетельствует, что земля мать всего живущего. Уже не в состоянии терпеть торжества злоба одних людей над другими и готова помогать святым. Значит, правда Христова на земле приближается к победе. Однако, во времена Святого Серафима правда это находилась в великом поношении. Большое противление было оказываемо посланнику Христа, чтобы представить себе силу этого противления необходимо понять состояние нравственное и духовное русского общества того времени. Состояние русского общества. Тогда в полной еще мере свирепствовало поучение домостроя 16 века, написанное и соответствующее домостроем эпохи священником Сильвестром. Сильвестр рекомендовал ранами и стязаниями исправлять людей. Святой же Серафим незадолго до своей кончины сказал одному начальнику интересовавшемуся как должно обходиться с провинившимися подчиненными. Надо исправлять людей не ранами а милостями облегчением трудов. Напой, накорми, приласкай. Домострой в особенности был немилосерден к детям. С детьми никогда не нужно быть веселым, а всегда суровым за каждую вину немилосердно бить. Мы слышим, что сказав святой Серафим о резвости ребенка. С ним ангел божий играет. Укажем на характернейшие черты жестокости, терзавших святую Русь. Тогда стали распространяться по российской империи гуманные взгляды просвещенного европеизма, но крепостное право от этого немало не смягчилось. Мы в детстве заучили стихи «Огляди наш мираба старого Гаврилу», то есть безответного раба, за измятая жаба воротник хлещет в ус и в рыло. Здесь кроме того, что хлещет, свидетельствуются бесконечные презрения одного брата церкви к другому через именование образа Божия лица рылом. Вспомни, что известное выражение в морду и в 20 веке было еще, в полном ходу. Нетрудно представить себе, как мучительно часто раздавалось это выражение при крепостном праве. Господин с брезгливостью называл служивших ему рабов «мои людишки» и не иначе звал их, как Петька, Ванька, Федька, даже стариков. Это братопрезрение с детства прирожалось каждому имевшему счастье, не счастье, а родиться барином. С детства он был обречен на путь смерти, ибо на путь жизни владельцу крепостных душ так же было трудно вступить, как прокаженному выздороветь. Яростная праздность и сладострастие власти владели его душой. Мы видели, что во времена Святого Сергия Радонежского крестьяне толпами уходили со старых мест, чтобы поселиться вокруг кельи святых, и туда рука притеснителей не смела протянуться. Теперь уходить было некуда. Каждый ушедший именовался беглым и считался преступником. У рабов росла тоска безнадежности, зародыш отчаянию, и некому было умереть ее. Недаром сложилась горькая пословица «До Бога высоко, а до царя далеко». Великий святой, посланный от Христа, не мог протянуть им руку помощи. Когда одна беглая девушка сослалась на святого Серафима, полиция нарядила над ним строгое расследование. Это было не задового до кончины святого Серафима. Тем власть тогдашняя доказала свое отношение к святому. Она не хотела терпеть вмешательство его в ее дела. А войсках людей за правильности прогоняли сквозь строй. Страшно, что палками сотни и даже тысячи ударов истязали человека иногда до смерти. Но также страшно, что выстраивали весь полк и каждый солдат должен был ударить проводимого брата изо всех сил. Кто ударил легко, того отмечали, чтобы потом жестоко наказать. Это было не только наказание, но и братоубийственная учеба, дьявольский праздник. Во что обращались сердца офицеров, руководивших этими наказаниями, противными Христу и Церкви и его святой. В жестоком состоянии находилось во времена святого Серафима городское провинциальное об этом можно судить по жизнеписанию еврейской юродивой Пелагея Ивановна. Ее называли в монастыре Второй Серафим. Живя в городе Арзамасе с мужем купцом, она вела себя как больная разумом. Муж искал во мне ума, да ребра мои ломал, говорила впоследствии Пелагея Ивановна. Муж бывало поймает ее на улице, а она часто уходила от него, ходила от церкви к церкви и все, что давали ей ради жалости, раздавала нищим или ставила свечи церкви и бьет чем попало, поленом так поленом, палкой так палкой, запрет ее и морет голодом и холодом. Однажды, по совещанию с матерью Пелагея Ивановна, которая тоже заботилась об исправлении дочери, они вместе привели ее к городничим и просили высечь. В угождение матери мужу городничий велел привязать ее к скамье и бить. Клощами висело тело ее, рассказывала потом мать. Кровь залила всю комнату, а она хотя бы охнула. Не помню, как подняли мы ее и в крови, и в клочьях привели домой. После этого муж заказал для жены железную цепь с железным кольцом и сам заковал в нее Пелагею Ивану, приковав к стене и издевался над нею, как ему хотелось. Иногда оборвавши цепь, Пелагею Ивановна вырывалась из дома и, гремя цепью, полураздетая, бегала по улицам города. Каждый боялся приютить ее или помочь как-нибудь, обогреть или накормить или защитить от гонений мужа. Вот это боязнь одних, злорадство других, равнодушие третьих бедствиям ближнего и какого ближнего, больного, говорит о полном разложении Христово общества или, что тоже, церкви. Самое мрачное свидетельство, какое мы имеем в состоянии тогдашней церкви, есть бесхитростное изображение Бурсы, низшего училища для подготовки священнослужителей одним из ее питомцев. Мы думаем, что необходимость изображения Бурсы внушена писателю Помиловскому Господом, чтобы жизнь того времени была видна и таким образом сделалась ясной причина позднейших событий в русской истории. Вот из биографии Помиловского написаны его товарищами по Бурсе. В Бурсе главное значение имеет кулачное право. Каждый, имеющий силу, бьет кого хочет, каждый бьет слабейшего, а начальство бьет их всех вместе. Этим духом битья до того пропитаны Бурсаки, что даже слабые, не умеющие драться, хоть щипком, хоть пакостью какой, норовят сорвать на комью свою обиду. Это не детские игры, а какое-то звериное ожесточение, сопровождавшееся отвратительным цинизмом. Уважается только одна физическая сила, выносливость в побоях и абсолютная лень. Уважала Бурса отпетых, то есть таких, которые порки не боятся, перед начальством не трусят. Напротив, всячески стараются ему нагадить, а против тлюходейства, товарищи, вооруженный здоровым кулаком, образцовым инспектором у начальства посчитался человек с принципом власти такого рода. Если ты стоишь, а начальство говорит тебе, что ты сидишь, значит, ты сидишь, а не стоишь. Или если тебя велят кланяться печки, ты кланяйся и тому подобное. Обычные наказания были стояли коленями на ребро парты, заставляли в двух волчьих шубах делать до двухсот поклонов, спрашивается кому. Держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по получаса, секли и сеченое место посыпали солью, секли на воздусьях, то есть держали за руки и за ноги, а человек висел в воздухе, почему удары были особенно мучительны, действуя на нервы. А вот пример наказания изобретенного пьяным педагогом. «Почему не выучил урока? Я сегодня именинник. Ты думаешь, что твой ангел радуется на небесах? Нет, он плачет и ты заплачешь». Учитель велит ученику положить ему голову на колени. Батька взял щепоте волос, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем. Ученик гико скрикнул «Лежи, лежи!» Ученик с воем снова опустил свою голову на колени. Учитель взял вторую щепоте опять выдернул с корнем. Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз. Ученик рыдал мучительно. Другой учитель не любил, чтобы к концу курса оставался хотя бы один ученик им, не наказанный розгами. Двое держали себя крайне осторожно и не к чему было придрать. И вот под конец курса он придрался, что ученик выгнал в окно, когда учитель шел к классу. Илеонский, крикнул входя в класс Долбежин. Илеонский, трясясь всем телом, подошел. Долбежин ударил ученика кулаком в лицо и окровавил его. Из носа и рта потекла кровь. Илеонский бледный смотрел на учителя. Отодрать его! Остался один несеченный. Того напротив отодрал Долбежкин в самом веселом расположении духа. Душенька, сказал он ему, улыбаясь, «Поди к порогу!» «Да за что же?» «За то, что тебя ни разу не секли!» Учитель лобов расферепел на одного ученика и закричал «На воздусь их его!» Тотчас выскочили четыре ученика, взяли его за руки и за ноги, так что он повис в горизонтальном положении, а справа и слева два ученика били его прутьями. «Бросьте эту тварь!» Ученик пошел к парте. «Дайте ему сугубая раза!» Товарищи поскакали со своих мест, бросились на несчастного и зарядили ему в голову кортечи, то есть швычков. Взвыл несчастный. А вот как встречают товарищи новичка десятилетнего мальчика. К нему подошел старший ученик и начальническим тоном приказал, «Ступай на первую парту!» «Видишь, сидит большой ученик?» «Спроси у него волосянки». «Дай волосянки», говорит покорный старшему товарищу новичок, «изволь, сколько хочешь!» И вцепившись в волосы мальчика, он изо всех сил стал их драть. Кругом все радостно хохотали, что особенно обидно действовало. Когда мальчик вернулся на место, проходивший бурсак лет восемнадцати, были и такие тогда в младшем классе, положил ему на плечо руку, а другую сильно ударил в спину. Дух замер у новичка, потому что удар пришелся против сердца. «За что?» проговорил он. «Так себе!» А вот обряд нарекания. «Давайте его нарекать!» Схватили его за руки всевозможными голосами, с криком, визгом, лаем, стоном. Начали кричать в самые уши его. Его щипали, сыпали в голову щелчки. Рев был и того не выносил, что несчастному представлялось, что ревет кто-то внутри самой головы его и груди. Если обижаемый не выдерживал и жаловался начальству, его подвергали такому наказанию товарищи бурсаки. «Псифа!» сказал один. Другие согласились. Ночь, бортуары. К спящему прокрадывается бурсак, держа в руках сверток бумаги в виде конуса, набитой хлопчаткой. Это и была псифма. Одно из варварских изобретений бурсы. Державший псифму, подкравшись осторожно, вставил в нос спящему узкий конец, а в широком конце зажег вату. Спящий сделал движение во сне, но держащий псифму сильно думал в горящую вату. Густая струя серного дыма охватила мозги спящего. Он застанавил в беспамятстве. После второго еще сильнейшего вдохновения он вскочил как сумасшедший, хотел крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена, прокопчена дымом, и он упал, задыхаясь. На другой день его замертво стащили в больницу. Доктор ничего не понял. И сам пострадавший, когда получил способность объяснять, не помнил, что с ним было. Когда так называемые духовные писатели, то есть писатели из церковно-служителей, для нравственного религиозного воздействия на читателей тщаться и изобразить муки ада, конечно, лучшего материала им не найти. Они непременно должны серпать краски и жизни Бурсы, ибо такой характер отношений между человеческими душами может быть только в аду. Писатель Потапенко, который тоже учился в Бурсе, гораздо позднее Помиловского, в своих воспоминаниях отмечает время, когда из Петербурга прислали ревизора, и прежний образцовый в кавычках инспектор был уволен в отставку и заменен более гуманным. Это было в конце 60-х годов, то есть когда уже давно в империи шли светские реформы. Этим подтверждается мнение историка Соловьева, как мы отмечали в очерке, что не Христос, а гуманность была причиной исправления нравов среди священнослужителей. Не мешает также вспомнить, что инквизиция в Западной Европе была отменена не священнослужительской властью, а гуманным правительством, например, в Австрии императором Иосифом. Не следует забывать, что до сих пор прославляемый за блестящее богословство не митрополит Человет Московский не только не делал попыток исправить бурсатскую науку, а сам был поклонник розги. Жесткости в России, которую мы изобразили, этот видимый ад соответствовал тому невидимому маду, который царил внутри русского общества. Во времена Святого Серафима немного спустя после его кончины жили три замечательные писателя Пушкин, Лермонтов, Гоголь, изображавшие жизнь русского народа, его душу, его надежду и его грусть. Что же прежде всего мы можем сказать о них самих? О них самих мы можем сказать, что все трое они умерли очень рано, но что еще характернее, все трое умерли от отчаяния, умерли от недостатка любви в обществе, от холода, который мертвил тогда всех жаждущих правды. Если бы нашлась хотя одна добрая по-христиански сочувствующая душа, а добрая христианская душа живет, преображает, спасает человека, то Пушкин не впал бы в мрачное отчаяние и злобу и не вызвал бы на дуэль врага, не кончил жизнь как самоубийца. Ведь все знали, что поют месяца в нравственной агонии, но ни у кого не было в запасе живительных лучей, веры, надежды, любви, необходимых, чтобы его поддержать. Напротив, в общество злого при виде несчастья ближнего как бы невольно разгораются злорадные мысли, убивающие человека на расстоянии. Ибо рад человек горю ближнего своего, скажет позднее другой гениальный русский писатель, не по данному случае, а вообще. О смерти же Пушкина Лермонтов, обвиняя русское общество, сказал, вы для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Ну вот вопрос, а сам Лермонтов? Ведь он любил Пушкина, почему же лучами своими не оживил гибнущего друга? Потому что и сам он был мрачен, никого не мог по-настоящему любить. Сам нуждался в спасении, жила смерть и взывал к Богу с просьбой, устрои лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. 26 лет от рода он был убит и тоже как самоубийца на дуэли. Третий гений Гоголь задыхался от отсутствия живых людей в обществе, изображая жизнь мертвецов, был окружен ими. Мучительно искал для изображения живую душу, сжег даже свое замечательное произведение, так как там не было человека любви. Несостояние вынести своего смеха сквозь слезы, разрывавшая тоскую грудь, скончался 42 лет от роду. Трагедия русских народных гений говорит о каком-то глубоком внутреннем разладе во всем русском народе. Этот душевный разлад особенным учителем в творениях Лермонтова почувствует свою обреченность. Я начал рано, кончу рано, мой ум немного совершит, в моей душе надежд разбитый, груз лежит. Я в мире не оставлю брата, и тьмой и холодом объята душа усталая моя. Он даже заранее видит свою насильственную смерть. В долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Окружающее общество ничем не могло помочь тоске поэта. Напротив, при мысли о людях его безнадежность возрастает. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее пусто или темно. К добру и злу постыдно равнодушны. Это равнодушие характеризует ладикийскую церковь. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый, потому изверг у тебя из уст моих, говорит Господь. В этой церкви вовсе нет братолюбия. Тогда становится понятным восклицание поэта, и как преступник перед казней ищу кругом души родной. Некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Лермонтов рисует героя нашего времени Печорина, который не только никого не любит, но губит все кругом себя. Такой же современный герой Пушкина Онегин. Эти герои блистают в обществе, им первое место, они славны, все победны. Общество чувствует себя в них, в этих сеятелях смерти. И Лермонтов, и Пушкин, и Гоголь всем сердцем любят Бога, но когда они его чувствуют? Не среди людей, а когда остаются одни наедине с природой, когда волнуется желтеющая Нива, когда мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, тогда смиряется души моей тревога, и в небесах я вижу Бога. Лермонтов с величайшей любовью разговаривает не с людьми, а с веткой пальмы из Палестины, с горой Казбек, с рекой Тереком, но как только обращается к самому себе или к людям, тотчас чувствует мрак. Ночь стиха, пустыня внемлит Богу, и звезда с звездой говорит, что же мне так больно и так трудно, уж не жду от жизни ничего я. Чирующая музыка стиля вдруг сменяется скрежетом заржавленной пилы, пилищей сердца, уж не жду от жизни. С такой уже великой любовью и красоте изображена природа у Пушкина, его зима, осень, весна, поэмы Евгений Онегин, творят чудо в нашей душе. Мы с детской чистотой созерцаем красоту Божию. Где-то в каком-то чрезвычайном отдалении от общества, среди которого протекает их жизнь, чувствуют русские гении людскую доброту. Так Лермонтов в стихе отчизны говорит, что он любит родину странной любовью, не любит то, что все в ней любит, то есть его современники, ни славы купленной крови, ни гордость покоя, ни темных преданий старины, а любит ее полей холодные молчания, и лесов дремущих колыхания, разливы рек, то есть Божью красоту в природе. Но кроме того любит дрожащие огни печальных деревень, степи кочующие обоз, полное гумно и избу покрытую соломой. В праздник он готов смотреть до полночи на пляску с топором и свист, топотом и свистом подговор пьяных мужичков. Эту же любовь к деревенскому празднику, трудами заслуженному, не питал ли и сам Господь Иисус Христос, часто посещая простых людей, так что даже заслужил порицание, он любит есть и пить вино. Странная любовь Лермонтова к Отечеству на самом деле была истинной любовь к Божьей природе и к людям простым, любимым Христом. Странной же она только казалась большинству его современников, которые были упоены славой и могущества Российской империи, купленной кровью и воображали, что это и есть любовь к Родине. И Пушкин очень далеко от всероссийских центров находит добрых людей, капитана Миронова, не старолетописца, какого-то доброго вяка старинной Италии, полуфантастических цыган, изрекающих прибыру убийц и их сородичей. Оставь нас, гордый человек, мы не терзаем, не казним, но жить с убийцей не хотим, мы робкие и добрые душой. Даже у самозванца Пугачева Пушкин приметил очень добрую черту. Памятливость небольшой услуги оказана ему еще во времена его безвестного бродяжничества. Гринева отдал Пушкину свой полушубок наперекор желаний дядьки. Тут невольно рождается мысль. При такой памятливости добра ему оказанного, если бы этого добра видел и чувствовал Пугачев больше в своей жизни, стал ли он тем, кем его знают? Быть может, еще безнадежнее изображение состояния русского общества у Гоголя. Вы рождены быть великим человеком, говорит один хороший человек Чичикова, герой мертвых душ. Если бы добрые не жалели себя, как вы не жалели себя для добывания денег, как портила бы русская земля. Изображением детства и всей судьбы Чичикова Гоголь с тяжелым надрывом хочет сказать, при данном состоянии общества почти невозможно человеку не стать на путь гибели. В одном месте у него даже молниеносно промелькнула мысль, что такова судьба почти каждого человека на земле. Чичиков со своей идеей покупки мертвых душ являет как бы исключительность нечестия, и от него все отворачиваются, все мертвые души. Но не символ ли здесь? Разве вся Россия тогда не была полна нечестивых людей? Вспомним, что Державин не мог ужиться ни на одном губернаторском месте, потому что не был в состоянии сквозь пальцы смотреть на мошеннические проделки почти всех окружающих его деятелей и требовал законности. И сама императрица Екатерина, издавшая в свое время наказ о необходимости применять законы, упрекала Державина за неуживчивость, ибо она сама всегда старалась применить ко всякого рода беззаконникам. Знаменитый постный в Сибирь с чрезвычайными полномочиями 1819 год писал, что можно удалить всех взяточников и бессердечных начальников, но тогда никто не останется и неким их заменить, так как других нет. В ревизоре Гоголь показал, как легко самому ничтожному человеку в русском обществе изобразить из себя важное уполномоченное высшей властью лицо. Местом явления Христокола Гоголь избрал небольшой провинциальный город. Но вот явление Ивана Толстошеева как ближайшего ученика святого Серафима и его наследника, успех Толстошеева не только в провинции, почти у всех архиереев, но и в самом высшем свете Петербурга, у императрицы и у синода святейшего. Не раскрывает ли Христокола как лицо всероссийского значения. Но об этом еще будем говорить. Во главе государства стояли тогда императоры из дома Романовых. Это был несчастный род. В близких отношениях государей этого рода были нередко хорошие люди. В узкой же семейной жизни бывали и прекрасные. Таков был император Александр Третий. Но в особенности последний государь Николай Второй со всем своим семейством носившим на себе печать обреченности. Все они были привязаны друг к другу нежностью и любовью неизъяснимыми. Однако в делах правления государством Романовы находились всецелы во власти антихристового духа. Новый русский кумир Петр Великий возвел материальное величие государства в культ. Когда Петр говорил, что он первый слуга государства, то в противоположном словам Христа «Если ты первый, то будь всем слугою», то есть людям. Петр любил вещи и служил вещам, а не людям. Он был рабом бездушного вечного государства. Требовал, чтобы такими же стали все его подданные. Живых людей Петр безжалостно приносил в жертву идолу всеразвивающегося государственного могущества. Превратить человека в орудие мощности государства значит стать истинным врагом Христа. Самого себя наглухо запереть в подземелье, куда не проникает ни один муж света любви Божией. Петр внес великую путаницу в миросозерцание христианской России. Он церковь взял одним из учреждений государства. Так как Бог, конечно, не вмещался в такой церкви до конца подчиненной главе государства, то Петр как бы вывел его власть из церкви. С этой Божьей властью он поступил так же решительно, как поступал всегда и во всем. Рассуждение Петра было следующее. Царь есть Божий помазанник, и поэтому желания, чувства и мысли Божьи о России совпадают с желаниями, чувствами и мыслями русского царя. Но так как Петр вследствие полнейшей своей антидуховности и не подозревал, что помазанники Божьи слышат и разумеют голос Божий и сообразно с ним поступают, но никогда свои желания и мысли не считают тождественными, совпадающими с желаниями и мыслями Бога, то он полагал, что именно его мысли, чувства и желания и суть Божия. Этот механизм отношения к царя, к Богу, имел роковые последствия как для Петра, так и для всех лиц, после него царствующих. Вместе с наследием царства они принимали механическое воззрение на свои отношения к Богу, как чудесные ставленники Божьей благодати. Они считали себя в делах ответственным перед Богом, ибо верили, что Бог каким-то скрытым и чудесным образом через них осуществляет свои помыслы о России. Царей из дома Рюриковичей, хотя и поступали часто самовластно, но им и в голову не приходило, что это Божий промысел действует в них. Поэтому в особенности в киевский период митрополит и вообще священнослужители часто обличали их в неправедных поступках, и они каялись. В киевский период даже народ часто обличал княжевших у него людей. Но когда патриарх приступил к Петру Великому, не то что с обличением, вещь в это время уже немыслимая, а с великим плачем, прося его смягчить ужасные пытки тысяч стрельцов, то Петр сказал, оставь, я сам все знаю, Бог требует, кажется, он сказал, любит мучение царских врагов. Учитель церкви девятнадцатого столетия, мудрый и великий митрополит Филарет, вот что пишет, Бог по образу своего небесного единоначалия устроил на земле царя, по образу своего вседержительства царя самодержавного, по образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века и до века царя наследственного. Изучая такое богословие в кавычках, выдаваемое за христианское, цари, конечно, считали, что церковь Христова чтит их как истинных помазанников Божиих. Нам некогда здесь доказывать, что цари после Петра всегда верили в свою правоту. Об этом достаточно говорит отсутствие всяких обличений со стороны священнослужителей царских нечестий. Достаточно указать, что величайшее зверство аракчеевские поселения, эти человеконенавистнические деяния никем не были обличены, ибо царь как помазанник не потерпел бы обличений. Но не только в делах государственных и в личной жизни цари потеряли всякую трезвость. Рюриковичи и первые Романовы в своей семейной жизни не допускали разврата. Василий Третий когда захотел чтобы иметь сына развестись с женой и жениться на другой был жестоко обличаем целым рядом с священнослужителей. Петр Первый превратил свой дом в вертеп разврата. Описание его оргии и его спаивания всех, кто попадался к нему на глаза, не исключая молодых девушек, представляет из себя самый циничный в истории рассказ. Но и цари после него не обладали никакой трезвостью. Они не только имели любовниц, но часто держали их во дворце при живой жене. Это одно говорит о том, как понимали они, что такое божий помазанник. Как будто христианский царь не обязан являть в своих поступках хотя бы элементарную нравственность. Чтобы картине представить Санкт-Петербург, мы приведем выдержку из дневника Фрейлине Тютчевой «Идея книги при дворе двух императоров». Эту Фрейлину никак нельзя обвинить в злом пристрастии, так как император Николай I и супругу Александра II Марии Федоровну она обожала. Пишет. «Вчера имел место обряд водосвятия. Обставлен чрезвычайно торжественно. По этому случаю, как и по всем выдающимся и парадным случаям, мы выставляем на показ наши плечи. Все мои придворные впечатления сводятся к слову туалет. И действительно, как только я попадаю в это море движущихся лиц, цветов, драгоценных камней, газа, кисеи, кружев, я сама превращаюсь в тряпку, становлюсь куклой. Мною овладевает чувство совершеннейшей пустоты. По возвращению мне кажется, что я проснулась после вчерашнего сна. Вчерашняя церемония отвечалась с большой торжественностью. Духовенство спустилось в сад, наполненный военными. Вслед за освящением состоялся парад, потом завтрак. Мы наряжаемся для Господа Бога, устраиваем парады для Господа Бога, кушаем для Господа Бога, а в остальном относимся к нему, как к хозяевам дома, которые дают бал. К ним приезжают, но о них не думают и даже считаются признаком хорошего тона незамечательно здороваться с ними. В церкви придворные чувствуют себя как в театре. Во время самых священных таинств никто даже не стесняется, как в любом месте светских собраний считается совершенно ненужным молиться, не даже держать себя прилично. Болтают, шепчутся, смеются. Среди придворных большинство семейства великих князей. Со времени возвращения двора в царское село здесь очень заняты вертящимися столами. С ними производится множество опытов, даже на вечерах императрицы. Говоря о русских императорах, следует заметить, что в девятнадцатом веке все они были благочестивы, но вследствие несчастного сознания себя избранниками Божьей, помазанниками, они не имели связи с живым Христом в делах царства, поэтому чувство оставленности Божьей было им знакомо и в моменты трудной, достигало до великой муки. Таковы таинственные переживания Александра I, легенда о старстве Сеодоре Кузьмиче, император Николая I во время крымского разгрома русских армий, в особенности можно сказать трагической жизни императора Николая, обреченного со всем своим семейством. Насколько род Романовых забыл о святых, настолько последний в роде обреченный Николай II жаждал мучительнейшей встречи с истинным святым. При нем было канонизировано шесть святых. Вопреки желания Синода он настоял на прославлении святого Серафима Саровского. Нельзя сказать, что в русском образованном обществе при дворе императора Александра II не было людей, которые бы не сознавали, что необходимо изменить существующее положение в государстве. Но сознание вдохновлялось идеями европейского просвещения. В основе этих идей лежало не Христово братолюбие, но желание или требование уничтожения всяких зол посредством изменения общественных и государственных учреждений во имя гуманности необходимой реформы. И вот Россия в царстве императора Александра II вступает на путь реформ. Исчезло крепостное право, суды стали неподкупны и милостиви к преступникам, прекратились безобразия сильных людей, пользовавшихся всеобщим бесправим и разбойничающих в своих поместьях. Сократилось самодурство всякого рода, зазорным стало жестокое обращение с детьми, с нижними чинами в войске, вообще начальство с подчиненными. Братолюбие, однако, не появилось. Рознь в обществе стала, пожалуй, еще злее, ибо на помощь к ненавидствующим пришла печать. В 60-е годы журналы и газеты обличали не только достойных того, но и всех неодинаково с ними мыслящих. Травили друг друга, беспощадно издевались, осмеивали злобно. Эта печатная ненависть, как лучи черного солнца, постепенно распространялась по России и незаметно копила яд будущего уже всеобщего и открытого человека ненавистничества. Большевики пришли на готовое место. Насилие приняло во многих случаях более утонченные формы. Надменность почему-либо возвысившихся над другими, богатства, продолжали свое дело унижения ближних. Церковь окончательно стала храмом, куда приходили молиться отдельные люди, ничего общего между собой не имеющие даже сторонящиеся друг от друга, а не братья и сестры во Христе. То, что называется церковью, потеряло всякое влияние на общество. Праведников нигде не было видно и не слышно, не потому, конечно, что их не было, они всегда бывают в церкви Христовой, а потому, что их никто не искал и не хотел знать. Авторитетами сделались писатели, которые, хотя и чувствовали правду Божию и писали о ней, но сами утопали в пороках, и потому многое в их писаниях было искажено. Вот, когда мы так взглянем на все, что происходило в России, станет до конца понятным одно из речений святого Серафима, новое, никогда в святоотеческих писаниях не встречавшееся. Доброе дело не во имя Христа, делаемое, не приносит плода. Таким образом, доброе дело может стать бесплодным, ведь всякое доброе дело есть Божье дело, злой дух добра не творит, но дух святой, предвидя великую подмену в царстве мира сего, грубого и жестокого, зла добром, безбратолюбия, то есть злом скрытым и утонченным, предварил устами святого Серафима грядущий обман. Грубость и жестокость изгнаны, а великая блудница царствует по-прежнему, и жить в ее царстве стало гораздо приятнее и легче. Таким образом, антихристов дух продолжает торжествовать победу. У сатаны даже является надежда на утверждение земного царства во веки веков. Гуманизм во всем мире не принес плода. Противление спасителю. За несколько десятков лет до времени государственных реформ в России, когда общество было в том отчаянном состоянии, как это изображено нами на предыдущих страницах. В русскую церковь был послан Господом Иисусом Христом, главой церкви, свидетель верный, святой Серафим. Он должен был напомнить обществу церкви, что христиане забыли главную цель христианства, и потому не будут в состоянии измениться необходимость рождения свыше, что без вселения Духа Святого не может быть истиной христианской жизни. Но вселение Святого Духа возможно только при соблюдении завета Христа на Тайной Вечере. Братья, любите друг друга, потому он знает, что вы, мои ученики, что будете любить друг друга. Мы видели, с какой великой нежностью раскрывал Святой Серафим эту тайну братолюбия перед всеми, кто приходил к нему. Однако мрачная сила, накопившаяся в России, начали оказывать Святому столь страшное противление, что дело его посланничества угрожал бы полный неуспех. С глубочайшим страданием чувствовал это, прежде всего, конечно, он сам. Вот причина многого непонятного в житии Святого Серафима, даже как бы несообразного. Много нового по сравнению с житием прежних святых. Постараемся углубиться в эту тайну жизни Святого. Назовем то, что невольно изумляет каждого в житии Святого Серафима. Святой Серафим пришел напомнить церкви то, что она забыла, высшую цель христианства, духовное рождение свыше, стяжание Духа Святого. И вот об этом он поведал не иерархам, не вообще священнослужителям, а безвестному помещику Матавилову. Выбор, казалось, был неудачный, так как Матавилов небрежно записав на клочках бумаги, иногда в перебежку с хозяйскими счетами, это важнейшее поучение церкви, беседу свою со Святым Серафимом. В течение жизни, а он еще долго жил, даже не потрудился ее переписать набело. Очевидно, просто забыл, его черновые клочки через 75 лет были найдены на чердаке среди мусора. Но, быть может, тогдашние пастыри церкви не нуждались в этом поучении, ибо все сами знали. Нет. В начале беседы сказано ясно, Дух Святой открыл мне, Святому Серафиму, что никто из высоких духовных особ не могли вам ответить, в чем цель христианской жизни. Если великий посланник церковь не открывает тем, кому прежде всего ведать надлежит истину христианскую, значит, они не в состоянии были ее принять. Учить об этом было бы глазом опиющего в пустыне. Кроме того, забытая церковь великой истины была открыта Матавилову за год до кончины святого Серафима. Ясно, что учитель христианский и не предназначал ее для своего поколения. Ей надлежало почти столетие остаться никому неизвестной. Единственный вывод, время ее неизвестности было ей враждебно. Вторая кажущаяся несообразность жития святого Серафима. Мы предложили внимание читателя как главное его проповедь Христовой любви друг к другу. Целый ряд высочайших понятий этого рода был противоположен понятиям того времени. И если был послан в русскую церковь учитель любви, имеющий великую благодать, которая как солнце озаряла светом, приближающихся к святому Серафиму, то отчего же эта проповедь не звучала по всей России? Почему только случайные провинциальные чиновники слышали, что необходимо быть милостивым к подчиненным, что Христос желает милостивых начальников, а не жестокими наказаниями врачующих виновных? Отчего только случайный приехавший губернский бюрократ был обличен и кажется не без пользы для себя, что он морит своих просителей, не допуская их до своей персоны? Барина дома нет, а между тем это был грех вообще русского чиновного дворянства. Вспомним знаменитое стихотворение Некрасова, запрещенное властями для чтения на эстраде размышлений у парадного подъезда. Один слуга говорит другому, гони, наш не любит оборванной черни. Это о мужиках, пришедших к сановнику с прошением из дальней деревни. Почему царь русский не был изобличен в жестокости и в плохом правлении России, и с ним не были обличены толпой жадные стоящие у трона, плачевные его правители? Разве святой Серафим сердцем своим мало жалел обиженных тех, кто стали в России совершенно бесправными? Вспомним, как пенял святой Серафим помещику за изнасилованную ему дворовую девушку, а этот помещик был один из лучших среди других владык над живыми душами? Почему наконец святой Серафим умолчал и не обличил тех архиереев, которые способны были после его кончины почтить уже ученика святого Серафима Толстошеева, а при жизни самого святого старались повелевать тому, кто имел полноту Духа святого, например, приказание из консистории прищищаться святому в храме, посетителям одновременно вина и сухариков, чтобы не было похоже на причастие. А это было причастие как бы повторение апостольской вечерей любви. Когда не было ритуала, целый ряд свидетелей, описавших, как святой Серафим из ложечки угощал своих посетителей, ясно говорит об этом. Почему святой Серафим так нежно и свято любя детей не указал архиереям на святотатство бурсы? Разве Господь не дал ему великие силы, чтобы знамениями подкрепить слова? Вспомним о нагайке сторожа в лесу, которая поглотила земля. Кто знал об этом? Несколько дидейских девушек. Вспомним, как с груди заслуженного генерала при посещении его святого Серафима посыпались на землю ордена, украшавшие его грудь. Пояснение. Что совершенно, чтобы совершенно осветить это дело, достаточно поставить вопрос в обратном порядке. Если все это долгое время совершаемое святым Серафимом, чашка, ложечка, вино, хлеб, что это было, если не причащение? Игра, баловство? Почему упали ордена? Ордена стали предметом превозношения одного христианина над другим. Как только раздалось слово святого Серафима, осветившее внутренне всю жизнь генерала, отчего он заплакал? Ордена как символ превозношения полетели на землю. Но здесь есть еще один чрезвычайно интересный вопрос. Императорские ордена обыкновенно носили образ креста с вписанным в него обликом святого, чьим именем назывался орден. Мы с детства так привыкли к этим орденам, что никому и в голову не приходилось считать их за кощунство. Между тем, как может святая Анна или святой Владимир и другие святые делиться на четыре степени. Прежде всего поражает бессмысленность такого деления. Но кроме того, свидетельствуется обращение русской власти со святыми как с материалом удобным для нужд государства. И этим показывается неблагоговение не только к святым, но и ко Христу в лице свидетелей его верных. Этот императорский дар в самом себе содержал начало превозношения, то есть нечто противоположное святости, награждаемой первой степени святой Анны звезда и лента через плечо с некой высоты вздирал на награжденной четвертой степени святой Анны. Святой Серафим мог превратить золу в золото. Об этом он так сказал девице Марии Семеновне и Накине Марфе. Могу вас таким образом обогатить, что но не хочу, не полезно. Здесь важно его свидетельство о столь чудном деле сознания своей силы. Значит и горы передвигать вообще все было подвластно как первоапостолам. Ничто и никто не мог бы ему сопротивляться, ни природа, ни люди, если бы только пожелал. И ведь он все видел, обо всем знал, обо всем плакал, ибо имел подобно Павлу ум Христа. Однако святой Серафим всю жизнь был далек от долженствования святых, которые в окатисте трех великих учителей церкви знаменны сатак «царей обличители безбоязненные». Святой Сеодосий Песерский во след трем отцам сказал киевскому князю силой члена церкви воинствующей и победной «мы должны вас обличать во спасение души, вам же надлежит нас слушаться». Святой Серафим напротив силу свою прикрывал всегда уничижительным смирением. Да, изумительно. Даны силы великие и сиять, и сокрушать, и проповедовать. Силы как бы вселенские победные, но вся жизнь прошла в затворе, почти в молчальничестве, и только на последние пять лет вышел на порог кельи, чтобы принимать всех, кто захотел бы прийти. Ну и здесь эта широта народного приятия умолена до чрезвычайности, потому что именно в эти пять лет Святой сосредотачивается на небольшой мельничной общине нескольких девушек, и им по-настоящему отдает как бы всего себя, все свои заботы, любовь и учения. Почти только из рассказов этих состарившихся потом девушек, монахинь, мы узнаем настоящее о Святом Серафиме, о его духовной мощи, о его сверхъестественных деяниях, чудесном инобытии. Остальными же своими посетителями, не всеми, конечно, но большинством. Святой тяготился и даже иногда избегал. Между тем, вот его подлинные слова на порекание одного брата, «Зачем всех к себе пускаешь?» Святой Серафим отвечал, «Положим, я затворю двери моей кели. Приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери, и не получив ответа с печалью, пойдут домой. Какое оправдание я могу тогда принести Богу на страшном суде его?» Но чтобы понять дальнейшее, следует обратить внимание на слова «Приходят, нуждаясь в слове утешения». Это его бегство от посетителей приняло наконец как бы комический оттенок. Вот что повествует жития со слов одной госпожи в детстве бывшего святого Серафима. После обедни народ повалил к корпусу, где жил отец Серафим. Когда мы подошли к келье, монах, шедший впереди, проговорил «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» Ответа не было. «Ну, если не отвечает, значит, его в келье нет», сказал провожатый. Мы вышли обогнув угол и оказались прямо под окном келья. Здесь действительно были видны следы от двух обутых в лаптенок. «Убег!» озабоченно проговорил монах. «Идите, поищите его в бару, только вряд ли найдете, в кусты спрячется, в траву заляжет. Разве на детские голоса откликнется? Забирайте больше детей, чтобы вперед шли». Когда дети выбежали на лесную поляну, они увидели худенького старца, подрезавшего траву.